31 декабря в Югре станет выходным днём. Такое распоряжение накануне подписала губернатор Наталья Комарова. Документ гласит, что в субботу 26 декабря на работу выйдут госслужащие, чиновники и сотрудники подведомственных учреждений. Взамен этого югорчанам предоставят день отдыха 31 декабря. Исключение составят специалисты, чьё нахождение на работе является критически важным. Кроме того, глава региона порекомендовала руководителям компаний, в том числе индивидуальным предпринимателям, организовать рабочее время в таком же порядке. В Югру пришли морозы. В школах отменили занятия с 1 по 11 класс. По предварительным прогнозам регионального гидрометцентра холодная погода сохранится до 26 декабря. Сегодня ночью в отдельных районах Югры будет до минус 50 градусов, днём до минус 44. Спасатели просят водителей отказаться от поездок на дальние расстояния. Отмечено в федеральных трассах уже организовано круглосуточное патрулирование дорог. 63 новоселья готовятся отметить в Советском. Ключи от квартир в новом доме получат семьи из Советского, Пионерского, Малиновского и Таёжного. Квартиры уже с ремонтом соответствуют югорскому стандарту. Новосёлами стали участники программ переселения из аварийного жилья и обеспечения доступным и комфортным жильём. На строительство и покупку квартир в Советском районе в этом году направили более 1 миллиарда рублей. В следующем году в райцентре планируется начать строительство ещё нескольких многоквартирных жилых домов. Череда новоселей продолжится. Вот ждали, нам сказали, в 2020 году точно будет. Вот мы дождались. Всё есть, всё есть. И балкон, все счётчики поставлены. Плита есть, вода есть. Всё есть, всё тут есть. Я вот вышел на пенсию и получил, говорится, такую однокомнатную квартиру. Ну, дом очень хороший, на очень хорошем месте. Очень хороший. Я вот смотрю, сейчас парковочка прямо просто изумительная. За сутки в Югре подтвердили ещё 228 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие есть во всех муниципалитетах округа. Антилидер Ханты-Мансийск. Здесь у 26 югорчан подтвердили ковид-19. В Сургуте 24 случая, в Нягоне 22. Состояние 134 пациентов врачи оценивают как тяжёлое. 91 подключены к КВЛ. Отмечу, что за сутки от инфекции вылечилось больше людей, чем заболело. Победить коронавирус смогли 343 человека. Расследование о гибели четверых сургутян на катере завершено. По информации Уральского следственного управления на транспорте, трагедия произошла по вине 65-летнего водителя. Экспертиза обнаружила в его крови алкоголь. Уголовное дело закрыли в связи с гибелью мужчины. Напомню, в начале сентября этого года на реке Чёрная катер на высокой скорости врезался в пришвартованную баржу. Произошло это поздним вечером. В результате столкновения 4 человека, включая виновника, погибли. Ещё четверо, в том числе трёхлетний ребёнок, получили травмы. Следователи провели несколько экспертиз и пришли к выводу, причиной трагедии стали серьёзные нарушения со стороны погибшего. 60-летний житель города Тургута находился в состоянии алкогольного отменения, управляя катером «Ямаха». В ходе исследования маломерного судна, обвиняемый не выполнил требования к новым пассажировнестимости катера, обеспечения пассажиров индивидуальными спасательными средствами, а также привыкли безопасную скорость, что и стало причиной столкновения состоящей пороженной баржей площадки. ВУЩА ВОЛОТЫ ВУЩА ВОЛОТЫ МАСТЕРОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Автор книги «Народный мастер России» Зоя Лазямова. Словарь включает более 12 тысяч слов, словосочетаний и выражений. Издание будет полезно не только носителям хантыйского языка, но учителям, учащимся, журналистам, переводчикам и, конечно, филологам. Двуязычный словарь уже отправили в Венгрию, Финляндию и Эстонию, а также финно-угорским языковедам России. Неравнодушные жители Урая помогают бездомным собакам пережить морозы. В городе создали общественную организацию «101 дворянин». В одноименной группе в социальной сети «Во Вконтакте» администратор выкладывает информацию о четвероногих, которые попали в беду. Таким образом, животные находят новых хозяев или попадают с улицы на передержку. Около 10 собак разного возраста уже пристроили в добрые руки. Например, Елена Ураева увидела в интернете, что пятеро щенков остались на улице, так как их мама погибла. Горожанка временно забрала животных домой. Изначально собаки не пускали к себе новых хозяев, а сейчас стали гораздо дружелюбнее. Они жили где-то под гаражом, где-то там снос дома был. Это где-то около набережной, где-то вот там, я точно не могу сказать. Сначала одного привезли, потом пока они остальных выловили, потом еще привезли и сказали, что их всего пять. Вот они теперь у нас. Очень бы хотелось, чтобы они нашли свой любящий дом. Скульптуры Когалыма нарядили в теплые вещи. Так Центр экологических инициатив «Наш Когалым» объявил о старте очередной акции «Вещи в дар». Чтобы привлечь внимание к проблеме текстиля, который попадает на свалки города, волонтеры собирают у горожан ненужную одежду и раздают ее нуждающимся. Чтобы напомнить об акции, горожанам шарф с логотипом повязали на скульптуру нефтяника возле единого расчетного центра. К композиции «Семья» у городского роддома достался теплый плед. А вот мальчика с собакой на центральной площади облачили в куртку, шапку и шарфы. Это изначально развернулось как экологическая акция, задача которой уменьшить попадание вещей на свалку. А когда у нас собралось уже приличное количество вещей, мы задумались, что эти вещи могут быть нужны кому-то еще. Приходите, пожалуйста, приносите и забирайте вещи. Не выбрасывайте их, приносите их к нам в центр «Вещи в дар». А собрано уже, наверное, несколько тонн вещей. Югорчане замахнулись на очередной рекорд. В округе начали вязать километровый шарф. На площадке Ханты-Мансийска организовали специальные зоны. Здесь можно присесть в удобное кресло-качалку и спокойно постучать спицами. Вязать можно дома. А готовые изделия приносить или отправлять в туристский центр. Однако есть несколько условий. Шарф должен быть шириной 20 сантиметров и не менее полуметра в длину. Важен и цвет изделия. Организаторы рекомендуют использовать белый, синий или голубой. Эти цвета символизируют новогоднюю столицу Сибири. Позже все работы соединят и 21 января проведут замер общей длины. Переворачивайте вот так и выводите петельку. Почему шарф? Потому что мы живем на севере и нам всем холодно. А шарф это ассоциация с тем, что тепло, уютно и нас всех это соединит. На данный момент то, что сейчас у нас пандемия, я думаю, это всем нам очень нужно, жителям города Ханты-Мансийска. Необычное желание на Новый год загадала маленькая жительница Советского. Вика Минебаева захотела лично поздравить Деда Мороза с Новым годом. В гости к волшебнику отправилась целая делегация из детского волонтерского объединения про добро. Они навестили прадедушку Мороза Виктора Колодуба. Виктор Григорьевич проработал в культуре почти 50 лет, но и сейчас участвует в художественной самодеятельности. Дети спели Деду Морозу песню про елочку, прочитали стихи и передали подарки. Для всех ребят и взрослых, спасибо, что пришли, я очень вам благодарен. Игорь Александрович сказал, Дедушка Мороз, хватит тебя там в избушке в лесу ютиться, иди к людям поближе. И вот я уже на втором красивом доме, на втором этаже. Это здорово, что я вас всех вижу как на ладони. И инициативы детей важно поддерживать, потому что у каждого ребенка есть мечта. У каждого из нас в детстве была мечта. Наша задача, задача взрослых, сделать детям праздник. Югорские сноубордисты завоевали медали на чемпионате России. Речь об адаптивном спорте. Сейчас в Миасе проходит чемпионат страны, на котором выступают двое югорчан. Вообще, на старты среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата приехали около 20 спортсменов из шести регионов страны. Накануне состоялись заезды в дисциплине «Бэнкслалом». Здесь блеснул Михаил Слинкин. Югорчанин выиграл золотую медаль. Отмечу, это его первый чемпионат России. Попал в тройку призеров и Алексей Петров. У него бронза. Редактор субтитров А.Семкин